Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня уже не раз упоминалась технология УЗИ, и даже Александр Константинович сказал, что УЗИ стоит у нас на первом месте, как метод скрининга, и, наверное, я могу согласиться с ним по тому моменту, что УЗИ не даст информацию полную для хирурга, необходимую во время операции, но, тем не менее, я не совсем согласен с ним, что ультразвуковое исследование является скрининговым методом, потому как у нас есть технологии, которые позволяют нам в ряде случаев давать информацию, превышающую информацию, получаемую при компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. И сегодня мы будем абсолютно кратко познакомимся с УЗИ, какие есть методики, чем мы пользуемся в нашей практике, мы обсудим с вами, какие есть образования, как мы их видим и интерпретируем при ультразвуковом исследовании, какие есть сложности, и, безусловно, большая часть моего доклада будет направлена на эхоконтрастирование, потому что есть определенные перспективы у данной методики. Обо всем по порядку. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что мы пользуемся B-режимом. B-режим – это то, от чего мы отталкиваемся, и, к сожалению, не имея данных или при первичном обследовании, не найдя какое бы то ни было изменение в паранхеме почки в B-режиме, мы вряд ли получим больше информации при проведении дальнейших исследований. Также у нас есть методики оценки кровотока. Эластография на данный момент не рекомендована к использованию. И контрастно-усиленное ультразвуковое исследование. Говоря о термина мультипрометрии, хотелось бы напомнить, что мы используем его в тех случаях, когда мы пользуемся тремя и более методиками внутри одного метода. Коротко напомню или расскажу о том, как мы интерпретируем в целом данные по ультразвуковой картине. На данном слайде представлены УЗИ-сканы, на которых есть изображение почки. И, как вы видите, мы пользуемся термином эхогенность, описывая нашу B-картину. Так, в ряде случаев мы видим кисту и описываем ее как анахогенную. И, соответственно, дальше по показателю условной плотности мы характеризуем образование как гипо-изо-и-гиперэхогенные. Говоря о норме, мы, безусловно, оцениваем как положение, структуру, форму, контур и размер почки. И сегодня хотелось бы, прежде чем отталкиваться и говорить об образованиях, поговорить о некоторых патологиях, которые могут имитировать и создавать сложности для ультразвуковой диагностики. И первая патология – это острый пил и нефрит. Как вы видите, на данном слайде представлены эхограммы с повышением, очаговым повышением эхогенности паранхематозного слоя почки, что в одном случае, что во втором случае. Данная картина может скрывать под собой, идти под маской какого-то воспаления, а также может иметь, на самом деле, очаговый характер и являться образованием. Поэтому в данной ситуации мы чаще всего ориентируемся на клиническую картину. Плюс к этому при цветовом-доплеровском картировании мы получаем чаще гиповаскулярный кровоток или аваскулярную зону. И нередкие исходы, исходы в абсцесс. Более сложная для диагностики патология, потому как мы видим кистозную зону чаще всего. Это может быть трактовано как киста с неоднородным содержимым. И в этом случае мы опять же отталкиваемся от клинической картины, берем пациента на достаточно бдительный контроль. И в случае, если при получении лечения мы имеем уменьшение исходных размеров, соответственно, мы приходим к выводу, что речь шла об абсцессе. Если нет, мы меняем тактику дальнейших действий. И дальше мы поговорим о диагностике солидных образований почки. Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что ультразвуковое исследование строится, и основной постамент ультразвукового исследования является Б-режим. Не найдя в Б-режиме образование, по той или иной причине мы не сможем отдвинуться дальше, мы не сможем провести их контрастирование и понять, что мы имеем в почке. Говоря об ультразвуковом исследовании, я не могу не коснуться компьютерной томографии, потому как на сегодняшний день она является золотым стандартом в исследовании почки. Она дает те самые ответы на вопросы, которые требуют и хотят от нас услышать хирурги. И в большинстве случаев она дает исчерпывающие ответы. Но, тем не менее, я бы хотел обратить ваше внимание на таблицу, приведенную на данном слайде. Данная таблица – это вырезка из рекомендаций Европейской ассоциации урологов, где говорится о том, что в случае, если нам нужно дообследовать то или иное образование, рекомендуется использовать неонизирующие модальности, такие как ультразвуковое исследование, для дальнейшей диагностики тех или иных образований. В частности, это могут быть небольшие образования почки, это может идти речь о тромбозе и о дифференциальной диагностике неоднозначных почечных образований. И хотелось бы прежде всего коротко осветить, что же такое эхконтрастирование, потому как иногда складывается ощущение, что крайне мало людей, в принципе, знакомы с данной технологией. Эхконтрастирование – это методика, которая проводится на ультразвуковом аппарате. Это должны быть ультразвуковые аппараты экспертного уровня, потому как необходим дополнительный пресет, при его установке мы имеем возможность выполнять данные исследования. Действующее вещество, вводимое в периферическую вену, является инертным газом, гексофторидом серы, и единственный на данный момент существующий препарат на территории Европы – это препарат Сеновьё. Методика проведения и времени исследования, прежде всего, хотелось бы обратить на это внимание, что достаточно длительная. Заполняется информированное согласие, осуществляется доступ к периферической вене, и хотел бы отметить тот факт, что необходимо крайне удобно и удачно зафиксировать пациента в том положении, чтобы была возможность чётко визуализировать то или иное образование. Далее с пациентом проводится беседа о правильности выполнения дыхательных движений во время исследования. Дыхание должно быть поверхностным, дабы образование у нас в скане не гуляло. И далее мы осуществляем оценку изменений непосредственно в режиме реального времени. И опять же говоря о мультипараметрическом узе в аспекте почек, мы говорим о трёх методиках и исключаем эластографию, потому как она не проводится. На данный момент растёт актуальность выполнения контрастно-усиленного ультразвукового исследования, особенно в тех аспектах, которые представлены на слайдах. То есть дифференциальная диагностика псевдоопухоли почки, отдельно я обращу ваше внимание в сегодняшнем докладе на характеристики сложных кист и диагностика и характеристика сомнительных поражений почки. Хотелось бы рассказать и коротко осветить преимущества контрастно-ультразвукового исследования. В первую очередь мы говорим об отсутствии ионизирующего излучения, возможности неоднократного повторения и исследования в реальном времени, которое позволяет нам чётко отслеживать характеристики поступления и выхода контрастного вещества за пределы как паренхимы, так и зоны интереса. Возможность выполнения исследований пациентам с хронической болезнью почек данный пункт особенно важен, потому как это большое преимущество для пациентов, которым противопоказано выполнение компьютерной томографии, отсутствие аллергических реакций. И в ряде случаев по техническим причинам множество лекторов, и это отмечается в некоторых статьях, отмечается в качестве преимущества оценка возможность выполнения исследований пациентам с весом более 150 кг. Однако я бы хотел напомнить, что мы стремимся на данный момент исследовать и находить малое образование в почках, то есть категории Т1. И найти такое образование у пациента с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и выраженным висцеральным жиром чаще всего невозможно. Плюс к этому в дальнейшем нам нужно пациента провести контрастирование и понять, как проходит контраст в данной области. И, как я уже сказал, эта задача в ряде случаев просто невыполнима. Говоря о недостатках и противопоказаниях, хотелось бы отметить один очень важный факт. Это невозможность оценивать несколько зон одновременно. Иногда приходят пациенты, у которых есть зоны вопроса в почках, и если мы не можем вывести образование в один скан, если мы говорим о разных почках, о правой и о левой, то, к сожалению, мы будем вынуждены повторить данное исследование для того, чтобы оценить оба образования и понять, какие характеристики контрастирования они имеют. С точки зрения противопоказаний, здесь мы говорим о невозможности выполнять лицам младше 18 лет и противопоказанным пациентам с выраженной сердечной и легочной патологией. И я все так же обращаю ваше внимание на то, что ультразвуковое исследование, к большому сожалению, остается крайне операторозависимым методом исследования. И начиная от B-режима и заканчивая их контрастированием, все очень сильно зависит от опыта человека, который выполняет данное исследование. К сожалению, на сегодняшний день данное исследование несет сугубо теоретический характер, потому, как уже говорил Александр Константинович, очень труднодоступный метод на сегодняшний день на территории Российской Федерации в последний год. Нет сертифицированного препарата. Соответственно, выполнять данное исследование на сегодняшний день мы не можем. На вашем внимании представлен слайд. Здесь изображены сонограммы. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что достаточно схожая клиническая, визуальная картина в B-режиме различных образований почек. Тем не менее, гистологически они являются совершенно разными образованиями. И далее я буду представлять вашему вниманию некоторые случаи, в которых можно ознакомиться с теми или иными образованиями в структуре почки. В данном случае мы говорим о гипоэхогенном образовании. Оно хорошо определяется в B-режиме, потому как оно деформирует контур почки. Мы имеем наличие кровотока в структуре. И при проведении эхоконтрастирования в раннюю артериальную фазу мы видим, как образование гораздо быстрее накапливает, в него поступает контрастное вещество, нежели в паренхиму почки. В данном случае был верифицирован почечно-клеточный рак, светло-клеточный вариант. Движемся далее. В данном случае большинство ультразвуковых врачей, врачей лучевой диагностики, увидев в B-режиме такую картину, придут к выводу, что имеют дело с ангиомиолипомой, потому как мы говорим о гипоэхогенном образовании с достаточно чётким контуром. При цветовом доплерском картировании мы получаем данные за наличие незначительного кровотока в структуре. Проводя эхоконтрастирование, мы получили достаточно чёткое, длительное поступление контрастного вещества, даже более яркое и интенсивное в сравнении с паренхимой. Данный характер поступления характерен для доброкачественных изменений в структуре почки и была диагностирована и подтверждена по другим методам исследования ангиомиолипома. В данном случае мы столкнулись со сложностью, потому как в B-режиме в области ворот мы визуализировали неоднородное гетероэхогенное образование и не могли до конца понять, о чём идёт речь. При режиме цветового доплерского картирования мы получали наличие кровотока по периферии. Выполняя контрастно-усильное ультразвуковое исследование, мы получили достаточно яркое поступление контрастного вещества в структуру данного образования. Был верифицирован почечный-клеточный рак. Данному пациенту выполнялась магниторезонансная томография и, как вы видите, есть незначительное нарушение контура почки в средней трети. Данное изменение было воспринято как образование в режиме серошкальной эхографии и в режиме цветового доплеровского картирования. Мы не получали отчётливых объективных данных за наличие очагового образования. Тем не менее, мы имели достаточно округлую структуру в B-режиме и периферический кровоток в режиме цветового доплерского картирования. И не могли чётко, объективно высказаться за анатомическую особенность или наличие псевдоопухоли. Поэтому было выполнено эхоконтрастирование. И хотел бы обратить внимание на то, что поступление контрастного вещества как в данную область, так и в паренхему было с размерным поступлением в паренхему. И, соответственно, вымывание было одномоментным и шло синхронно. Соответственно, мы сделали вывод о том, что данная зона является анатомической особенностью или псевдоопухолью. Данная пациентка наблюдается в течение многих лет. И данная зона не меняется в динамике. И плавно мы переходим к кистам и кистозным образованиям. Сегодня был посвящен целый доклад о классификации босниак. Я на этом не буду отдельно останавливаться. Коротко хотел бы отметить, что основным камнем преткновения всегда были и остаются кисты босниак-2Ф и босниак-3, потому как они имеют абсолютно разную дальнейшую тактику ведения. Те самые основные положения, которые сегодня в своем докладе упоминал Андрей Владимирович. Хотел бы обратить внимание на то, что на сегодняшний день УЗИ отсутствуют в общепринятой официальной версии классификации. И, к сожалению, мы не можем ее пользоваться. И по порядку, прошу прощения, мы поговорим о каждой из категорий. В данном случае все было достаточно просто, потому как мы четко в Б-режиме визуализировали анахогенное образование, но в режиме Доплера по периферии, ближе к капсуле, определялся локус кровоток, который не позволял нам четко понять, мы говорим о простой кисте или все-таки о минимально сложной кисте. В данном случае мы видим отсутствие поступления контрастного препарата в зону кисты и высказываемся за категорию киста Босниак-1. Кисты Босниак-2 более сложная для интерпретации на ультразвуке категория, потому как любая неоднородность и любые перегородки могут быть восприняты за наличие пристеночного компонента. Соответственно, проводя их контрастирование в данном случае, мы также не получали поступления контрастного вещества в данную область. Данная область не контрастировалась, была абсолютно оконтрастна, и мы высказывались за категорию Босниак-2. Еще один случай, потому как кисты Босниак-2 – это не только кисты с наличием перегородок, но и кисты с неоднородным содержимым. В данном случае мы в Б-режиме находили неоднородное образование, выходящее за контур почки, и режим Доплера не позволял нам четко сказать, имеем ли мы дело с солидным участком, или мы говорим о кисте с густым содержимым. На данный вопрос нам помогло ответить их контрастирование. В данном случае мы получали достаточно очевидное и явное поступление контрастного вещества в структуру Пуренхимы и неизмеримое поступление фоновое в область образования, определяемого в Б-режиме. Была выставлена категория Босниак-2Ф, и с точки зрения количественной оценки были выставлены трекеры для оценки характера поступления контрастного вещества. Красный трекер выставлялся на область интереса, желтый трекер выставлялся на здоровую Пуренхиму. Дальше достаточно спорные случаи, потому как киста Босниак-2Ф остается на сегодняшний день большим вопросом для лучевой диагностики и для ведения пациентов. В данном случае вы видите образование в структуре правой почки. В Б-режиме оно абсолютно неоднородное, мы видим как кистозную, так казалось бы и солидную часть. В режиме доплеровского картирования мы не получаем данные за наличие кровотока в этой области. Выполняя их контрастирование, мы также получаем преимущественно кистозное образование с единичной перегородкой, накапливающей контрастное вещество. В данном случае мы высказываемся за кисту категории Босниак-2Ф, потому как мы проводили, безусловно, исследования другими методами. И также при компьютерной томографии, при магнитной резонансной томографии мы сошлись во мнении, и пациент был оставлен под наблюдение. Далее кистозное образование категории Босниак-3. Здесь вы можете видеть уже в Б-режиме наличие достаточно крупных перегородок, множественных. В режиме доплера мы, опять же, не можем четко сказать, имеем ли мы какое-то поступление контрастного препарата в структуре этих перегородок, или же они абсолютно авоскулярны. Выполняя их контрастирование, мы получили отчетливое поступление контрастного препарата в структуру перегородок. Была выставлена категория Босниак-3, и верифицирован почетноклеточный рак, светлоклеточный вариант. И кисты категории Босниак-4, казалось бы, чаще всего они не должны вызывать вопросов. Скорее всего, они редко вызывают вопросы при проведении компьютерной томографии или магнитной дезонанс-томографии, но в ультразвуке это бывает иногда нелегко, потому как чаще всего мы находим неоднозначную в Б-режиме крайне малых размеров структуру с кажущимся пристеночным компонентом. И, безусловно, режим доплера не позволяет нам дать ответ на вопрос, мы говорим о солидном компоненте в структуре кисты, или же мы имеем просто фоновую здоровую паренхиму в данной области. В режиме их контрастирования мы получили видимое накопление в структуре солидного компонента в данном образовании. Кистозная часть визуализировалась не очень хорошо, поэтому мы высказывали за кисту БОСНИАК-4, пациент прооперирован и был получен почечный глиточный рак. И еще один пример кисты БОСНИАК-4, неоднородное кистозное образование в центральном отделе правой почки. В данном случае БОСНИАК-4 не позволяет нам высказаться за отчетливое понимание, есть ли это пристеночный компонент, или же мы имеем какое-то воспаление или утолщение стенки. В режиме их контрастирования мы получаем активное поступление контрастного вещества в артериальной фазе и также раннее вымывание в венозной фазе. В связи с чем была выставлена категория БОСНИАК-4, пациент также был прооперирован и верифицирован почечный глиточный рак, светлоклеточный вариант. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что, безусловно, во взаимодействии с хирургом, наверное, УЗИ не может дать те ответы, которые врачи-клиницисты от нас требуют. И на данный момент это является такой достаточно глобальной проблемой. Тем не менее, хотелось бы отметить, что в тех случаях, когда должно быть принято решение о наблюдении пациента или о проведении лечения, в частности, касаясь кист, ультразвуковое исследование с контрастированием может дать более точную информацию, чем компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Плюс к этому, в ряде случаев, когда мы говорим о псевдоопухолях, мы также можем достаточно четко дифференцировать наличие солидного очага или же наличие псевдоопухоли в структуре паранхемы почки. Спасибо за внимание.